Собрались мы немножечко катнуть. Я на лавре, потому что Семен еще делает сильвию. Там небольшие проблемы с опорами мотора. Там развалился соленблок. Ну как развалился? Немножко треснул. И опора коробки. Ее тоже там немножко надо переделать, чтобы она встала нормально. Собрались небольшой компанией. Сопровождение на Эволюшене. Жига, SR20D и Лавр на GZ. Поехали мы немного прокатиться. Компания увеличилась. Вот у нас столько машин. Дал сейчас Матвею подкачать колеса, потому что у него после Новгорода маленькое давление там. А сейчас дорога такая вроде как сухая, но в то же время где-то влажно. Я сваливаюсь с этой тусы. Что-то походу я разогналась. А Сереже все нет. Я сваливаюсь. Я же на ручник поставил. Нет. Я разгонялась вот так. Приехали на другое местечко. Тут тоже катали. Ну естественно ездим все по скотам, на которых уже катали. Довольно много народу не так удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали на Спотис, на который ехали, на котором я хотел вольнуть и думал реально ли это. Ну и Матвей, короче, приехал. Что-то так слишком большой скорости поехал. Знаешь, я зимой запомнил эту тему, что надо всегда с цепой играть. Когда увидишь, что тебя уносит, и мы просто вот в этот блок ехали. Реально. Я с цепой раз-раз-раз и как-то вышел. Красава. Чуть сюда не уехал. Вот сюда, вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это собрание после. У кого как получилось. Катаемся тут потихонечку. Очень прикольно. Небольшая скорость, но довольно техничная. И несколько перекладок. Перекладки это самое вообще хорошее, что вообще тут есть. Матвей тут опять чинит джигу. Там у него что-то с тросиком залип. Тросик идет над коллектором выпускным. А раньше было все норм? Ну, тоже, на самом деле. Вот в какой-то пик он... И ты думал не переделывать, да, систему? Я думал, да, прокатит, наверное. Да что-то я, на самом деле, забыл уже про эту проблему. Давно такого не было. Пойдем, дай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дима на Лауреле очень узко шел, а я очень близко. Мне Ксюша кричит, что хватит так близко ехать, потому что влетишь в поребрик. В итоге я на перекладке его задеваю, еду за ним близко-близко, и я смотрю, что он очень узко, и пришлось мне в поребрик немножко срулить и распрямиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местечко оказалось очень веселое, всем оно понравилось. Потому что когда мы сюда ехали, я думал, никому не понравится, скажут, слишком узко. На самом деле сейчас чуть-чуть так влажно на дороге, поэтому здесь комфортно седут все на ручнике. Из-за того, что повороты очень затяжные, приходится реально очень много пользоваться ручником, чтобы машина просто дотолкнулась туда. Ну или это надо делать на инерции. Но на такой скорости это скорее не инерция, это скорее ручник. Я с дребезгом разбил вторую фару от сливы 13-й. Бедный лавр, с двух сторон фара разбита. Вот этим колесом я залетел в поребрик, вот свет можно увидеть. Ничего не загнуло, тягу не загнуло, рычаг не загнуло, но схождение очень сбилось, руль прям кривой. Я бы тоже испугался. Пятно, пятно. В итоге все-таки сбился и развал, и схождение. Мы сейчас сняли колесо, быстро отрегулировали, тут откуда-то оказался развальщик рядом, судя по разговорам. Потому что я сейчас затестил машину, и руль обратно сам нормально не возвращался. То есть он как будто, не знаю, заталкивал вовнутрь. Все закрутили, схождение выставили, сейчас надо затестить и ехать дальше. Все окей, и руль даже вернулся на место. Марк приехал немножечко. Выхлоп оторвал. Это масло? Масло, редуктор дырявый, все. А ты на поребрик, да, нас качал? Блин, жестко, конечно, жестко. Навариваю. Тут поодрамник погнулся. Вы прямо сейчас едете? Да, да, да. Вот сейчас с правой стороны будет файтон заправка. Заедем туда, чтобы на дороге не стоять. Хорошо? И дальше я вам все расскажу. А что случилось? Да все в порядке, за и проезжайте. Не, а что случилось? Сначала документы проверю, поедите дальше. У меня номерные агрегаты просто интересуют автомобили ваши. А что с ними? Пока ничего, на 9. Говорите, что у вас на расставление имеется у вас? Да, конечно. А борозата где? Все, нет. Руссы оставил. Вроде в марте, недавно сделали. Посмотрю идентификационную табличку винномера и поедите дальше. Хорошо? Видите, там есть винномер? Да. Мне что-то необходимо знать. Вернее, там необходимо для вас, чтобы он был в заводске. Вы знаете, вот раз варивают панели. Да, да, я знаю. Вот об этом я и говорю. Хорошо. Это устройство позвали там определить, были ли какие-то варные действия с щитом? Да, да. Не, ну все в порядке. Интересно, как работает? Да. Давайте. Маленький линь, где справедно. На минуту, на одну. Мы вводим по заведомо территории, в которой мы знаем, что если ничего не произошло. Такая, как часть, где-то в порядке 5 миллиметров, вот цифра. А если бы я вварил вот так вот? Ну, возможно, такое, но я вижу, что там и что здесь. И в принципе, где-то устраивает. То есть вот мы вводим, никаких звуковых сигналов, мы ничего не видим. Ага, понял. Стоит нам пересечь вот эту часть. А, он включит. Абсолютно классно. Я понял. Класс. Это я так поехал в Bus Motors. Единственное, что подвела меня вот эта камера Sony. В последнее время она начала плохо включаться, то сама включается, выключается. И сейчас, когда надо было это сделать резко, она не включилась. Но, думаю, суть диалога вы поняли. Проверили Lexus, проверили на то, чтобы не вварена была планка VIN номера. Очень любезный сотрудник попался, рассказал, как работает, показал. На примере, там у него такая планка была цветная. То есть, с одной стороны, она зашпаклевана и покрашена, не видно, что шов, а с другой стороны шов. И вот он мне показывал, как работает этот прибор, которым он мерил, есть ли шов на машине или нет. За тонер ничего не сказали. За то, что она низкая изначально была, тоже ничего не сказали. Потом, когда он выходил из машины, я быстро нажал пульт, и она поднялась. Была такая проверка небольшая. Доехал до Бус Моторса. Тут идут небольшие малярные работы. Серега купил себе пескоструй, такой карманный. От пескоструил суппорта, покрасил. Чтобы было все чисто и качественно. Также отгрузил выхлоп, мне вот он пришел. Вот так выглядит. Паук 4.1 получается. Плюс здесь его продолжение. И второй на клиентскую тачку. Я сейчас собираюсь ехать в МРЭО, ставить машину на учет, потому что ее надо переоформить обязательно. Сняли наклеечки инвалидов. Все документы взяли. Также я сделал страховку, потому что без страховки на учет ее никак не поставить. Страховку сделал на полгода, вышло 4.200. Приехал я в МРЭО уже под закрытие. Может быть, даже это и к лучшему, потому что народу вообще нет. Заполнил все бумаги. Сейчас еду на осмотр тачки. Все, полчаса и машина на мне на учете. Теперь можно спокойно ей заниматься. Ее, во-первых, не сдадут в утиль, да, без моего ведома. Во-вторых, можно ее спокойно тюнить. Я номера менять не стал. А вот только что девушки передо мной выдали номера 666. Причем она сама, видимо, не знала, что ей выдадут такие номера на Пежо. И она реально офигела. Я видел ее эмоции, она такая, типа... Я думал, такие номера только за деньги выдаются, но нет. Видимо, по очереди. Жига вернулась в Бус Моторс. Ну все, теперь официально ее можно перевоплощать в зимний проект. Также еще в новой посылке для Жиги пришел передний бампер. Выглядит так же, в принципе, как и задний. Тоже коронками сделаны просто отверстия. Мы сейчас еще примерили губу, которая будет тут стоять. Ну, по-моему, видок очень даже ничего такой. Ок. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...